Уважаемый Иван Иванович, уважаемый Олег Генрихович, коллеги, безусловно, бескровное возвращение Крыма в лоно Российской Федерации является, наверное, выдающимся событием 21 века. Все в этом зале понимают, насколько сложно из одной системы в столь короткое время перейти в другую в условиях, когда и сам Олег Генрихович вообще с нуля формировал министерство, находясь на колесах. Я могу сказать, что, наверное, было бы дешевле правительству Российской Федерации купить ему дворец с обслуживанием, потому что он большую часть времени находится там. Я его всегда, когда приезжаю, вижу в гостинице «Россия», приходящего поздно вечером, и за это, наверное, ему спасибо. Как и за программу, которая была на колесах рождена, но достаточно компетентно. Ну, на этом, наверное, мои похвальбы заканчиваются. Я перейду к проблематике, которая есть, потому что я там провел тоже полгода. И могу сказать, что многие проблемы, которые есть, можно было бы избежать, и сегодня еще можно. Ну, первое, безусловно, главнейший вопрос – это транспортное обеспечение. И сегодняшние разговоры, 18-й, 20-й год по мосту, они вызывают нервозность в оправившемся от эйфории сообщества крымского. А продолжающая война на Донбассе вообще-то вызывает большие опасения, так как 80% и пассажира, и грузопотока, и обеспечение строительными материалами, и всем другим были по железной дороге. И в связи с этим главный вопрос, Олег Генридович, с моей точки зрения, надо с РЖД решить вопрос для того, чтобы не сокращали более 2000 персонала, которые есть в крымском отделении. А надо запустить электрички Армян, Симферополь, утром оттуда, вечером туда. И это будет очень полезно, и в том числе и сглаживать вопросы социальные. С моей точки зрения, необоснованно зачастую и через коррупционную составляющую не были допущены дорожные строители из Краснодара и Ростова. Я с ними разговаривал. А с моей точки зрения, государство должно быть заинтересовано в том, чтобы дорогу от Керчи до Севастополя, и от Армянска до Ялты, и от Джанкоя до Феодосии сделать как яичко. Это самое первое, что может характеризовать дееспособность нашего государства. Второй вопрос. Буквально вчера первый вице-премьер Шеремет с группой самообороны отстаивал от рейдерского захвата медицинский университет. С моей точки зрения, это глубочайшая ошибка правительства Российской Федерации, Министерства образования и здравоохранения. Старейший университет, имеющий лондонский сертификат, подготовивший 160 тысяч медиков, в том числе миллиард зарабатывающий на обучении иностранцев на английском языке, его берут и по непонятным причинам подсоединяют к Римскому университету, хотя ни в одной точке нашей страны вы не можете увидеть, что медицинский университет готовый с колоссальным профессиональным потенциалом подсоединять вопреки и главы, который был за этот университет, вопреки мнению коллектива. Кстати говоря, министр Ливанов, встречаясь, обещал, что этого не будет. Я вас прошу, этот вопрос мы должны решить, потому что иначе мы угробим и профессиональный коллектив, и репутацию нашей страны. Следующий вопрос. В Феодосии есть прекрасная нефтебаза. У нас там есть, у нас в Крыму нефтепродукты на 25% дороже, чем в среднем по России, понимаете? Хотя есть нефтебаза, вы знаете, что есть проблема, ни ТЭС, ни МЭС ничего не решит. Танкеры для легких нефтепродуктов, они особой пожароопасности. Надо государству купить или арендовать два на внутренней линии танкера, и через Феодосийскую нефтебазу можно обеспечить все. Кроме того, с моей точки зрения, надо сделать сухогрузы, и никакие санкции нам не должны мешать, для того, чтобы стройматериалы с Тамани, с Кавказа или Новороссийска поставлять. У нас, вы поймите, песок у нас дешевле Российской Федерации, но вот одна машина с Краснодара стоит 100 тысяч, чтобы в Симферополь привезти. По суше это в 3,5 раза дешевле. И, с моей точки зрения, надо создать логистические преференции. Ну и заключительный вопрос. С моей точки зрения, недостаточно мы прилагаем усилий, а надо разработать программу переподготовки кадров. У нас слишком много гастролеров, особенно в Севастополе. И надо решить проблему все-таки. Вот вы сказали, что вы политически не хотите. Я вас уверяю, сегодня самое большое нагнетание проблем от этих собственных, которые сказал Николай Николаевич. Они зарплату платят значительно меньше или не платят совсем. Спасибо, Николай Васильевич. Роман Иванович Худяков, ЛДПР. Уважаемый Олег Генрихович, уважаемые коллеги.